Здравствуйте, я сел, клещ хочу сдать на исследование. Для брещанки Екатерины все закончилось благополучно. Клещ оказался не опасным, что не скажешь о других пострадавших от укуса этого маленького вампирчика. На сегодняшний день ситуация по заболеваемости клещевым энцефалитом и ламборелиозом по бресту остается напряженной. Буквально три дня зарегистрирован случай клещевого энцефалита у ребенка 11 лет. Появились симптомы головная боль, температура и он был госпитализирован в областную инфекционную больницу с диагнозом клещевого энцефалита. Будьте осторожны с клещами, оберегайте и защищайте себя от них с помощью репеллентов. От мошек вам никто и ничто не поможет. Май у них самый активный сезон. А потому находиться на улице в теплое и светлое время суток просто невозможно. И все это из-за обильных паводков и теплой погоды, которые обрушились на регион в начале весны. В мае является самым таким периодом размножения гнуса или этой мошкары. Вылет идет у нас с реки Западный Бух и с рек, которые проточная вода. Вот немножко похолодало, как только потеплело, значит мошки вылетели. Они тоже кровопийцы, им надо для размножения напиться, как говорится, кровью животных или человека. Но беда мошек в том, что их множество. Если они в этот период размножаются, их тысячи могут нападать на человека. Специалисты советуют в период активности мошек исключить по возможности пребывания людей вблизи водоемов, использовать народные средства, отпугивающие насекомых. Обычно мошки даже вблизи у нас где-то с 14 мая до конца, в июне еще они будут. Потом они, как говорится, уже отложат яйца и опять уйдут в воду, можно сказать, ну исчезнут. И не будут питаться кровью. Будут они жить, конечно, но питаться кровью не будут. Это период размножения. Анастасия Мелешкевич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания «Буктовая».